В 1963 году была образована санэпидстанция Курагинского района. Главным врачом назначен был Степан Володин. В 1973 году главным врачом санэпидстанции Курагинской районной больницы назначен Сергей Радченко, который по сей день возглавляет теперь уже отделение Роспотребнадзора. Указом президента от 21 мая 2012 года за номером 636 о структурах федеральных органов исполнительной власти Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, то есть сокращенно Роспотребнадзор, выведена из ведения Министерства здравоохранения и подчинена напрямую правительству Российской Федерации. Основной целью деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а так полностью называется эта служба, является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защита прав потребителей и потребительского рынка. Сотрудники службы осуществляют надзор и контроль за исполнением требований законодательства, реализуют мероприятия по профилактике инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, например, отравлений населения. Проведение различных проверок – это привычная часть работы сотрудников Роспотребнадзора. Здравствуйте. Здравствуйте. Реально я с проверочкой, пожалуйста, наше удостоверение. По распоряжению вы должны нам представить документацию. Сейчас мы хотим с ним документаться. Пожалуйста. В соответствии с федеральным законом номер 294 о защите прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при проведении муниципального и федерального надзора контроля, мы проводим такие проверки раз в три года. То есть федеральный закон предусматривает проведение плановых проверок раз в три года. Но, кроме того, у нас существуют еще внеплановые проверки. Это по обращениям, либо по обращениям граждан, либо по постановлению правительства. Это в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Очень большая работа у нас происходит с заявлением граждан. То есть если гражданин обратился по случаю какого-то нарушения санитарного законодательства, либо защиты прав потребителей, то проверка проводится в течение месяца. Либо немедленно, если этого требует обстоятельства. Задачами нашей проверки является выполнение санитарного законодательства, то есть законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Кроме того, большая работа у нас проводится по защите населения от инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний. Реализуя данные задачи, только в 2011 году нами составлены протоколы об административных правонарушениях 316. Вынесено постановление об административных правонарушениях на общую сумму 1 млн 505 тыс. рублей. Вынесено предписание об изъятии с оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов 85. Утилизировано некачественной пищевой продукцией за 2011 год 3 тонны 505 килограмм, что позволило нам предупредить массовые инфекционные и неинфекционные заболевания среди населения Курагинского района. В эту службу обращаются люди, когда хотят отстаивать свои права на качественную еду и питьё, товары народного потребления, услуги, и специалисты им обязательно помогут. В территориальном отделе управления Роспотребнадзора работают сейчас 13 специалистов. Большой вклад в обеспечение санэпидблокополучия вносит Лариса Михайловна Сорокина, это главный специалист-эксперт, Наил Сулейман, сейчас Фондияров, заместитель начальника, Валентина Александровна Даровских, ведущий эксперт, Наталья Ивановна Орешкова, Любовь Михайловна Портола, Галина Алексеевна Ефимова, Екатерина Николаевна Довжанова, Юлия Васильевна Семёнова, Антонина Николаевна Бармашова и Олег Александрович Кнауп. Особую благодарность хочется выразить ветеранам санитарно-эпидемиологической службы района, находящихся на заслуженном отдыхе. Это Скоренова Альбина Леонидовна, которая работала главным врачом санэпидстанции, помощником дальше санитарного врача по гените и подростков, Пушина Валентина Владимировна, это помощник санитарного врача с 1999 по 2005 год, она заведовала филиалом в Артёмовске. Кириченко Людмила Ивановна, помощник эпидемиолога, Стремовусова Галина Алексеевна, лаборант-бактериолог, Мингалёва Ольга Ивановна, дезинфектор отряда профилактической дезинфекции, Казанцева Анна Петровна, лаборант-бактериолог, Кучайкина Зоя Ивановна, помощник санитарного врача, Вышегородцева Надежда Григорьевна, помощник эпидемиолога, Канова Зинаида Андреевна, дезинфектор ОПД, Наймушина Мария Фёдоровна, очаговый дезинфектор. Поздравляю всех ветеранов и коллектив, отдающих служение людям своё мастерство и доброту сердца. С 90-летием образования санитарно-эпидемиологической службы желаю вам успехов во всех начинаниях, здоровья вам и вашим близким.